Значит, следующий басист, точнее басистка, это единственная женщина в нашем списке, которую я бы хотел сказать. Это бас-гитаристка студии Capital Records из Лос-Анджелеса. Ее звали Carol Kay. Она до сих пор жива, ей уже, я не знаю, 90. Она тоже сыграла на нескольких, наверное, тысячах записей. И, в частности, она играла, например, на записи таких коллективов, как Beach Boys. Она играла очень много на альбомах Квинси Джонса, когда он еще руководил оркестром. И были у нее какие-то другие коллективы. Квинси Джонс, кто не знает, это продюсер Майкла Джексона, который записал такие альбомы, как Триллер и так далее. Дэйв Грузин, ну и масса-масса тоже список, невероятно огромный. Вот. И плюс она играла еще на альбомах, на альбомах группы The Monkeys. Была такая группа, ее, она быстро распалась, но ее все знают, ее песню все знают. Все смотрели мультик Шрек, и все помнят эту веселую песню. And I saw her face, I'm a believer. Короче говоря, эта песня написана группой Monkeys, которую группа Smash Mouth перепела, сделала кавер на нее и переделала, ну, собственно, для мультика Шрек. Вот. И на оригинале этой песни звучит как раз бас-гитара Carol Kay. И я хочу, чтобы вот вы посмотрели, как интересно она... Песня, ну, достаточно традиционный рок-н-ролл, да? Но как интересно она подходит к обыгрыванию аккордов? Какие она использует ноты, да? Она использует очень много шестых ступеней, вот. Вот. Какие-то очень интересные фаршлаги, такие подъезды. Вот. В общем, сейчас убедитесь в этом сами. То есть сейчас я сыграю риф из вот песни группы Monkeys, которую все слышали в Шреке. Играет музыка. Вот. Такой вот интересный подход. Она преподает до сих пор где-то. Про нее даже снят документальный фильм. Его, по-моему, можно где-то найти, скачать, может быть, даже в Ютубе. Вот. Кому интересно, можете ознакомиться. Очень крутая тетка. Прям просто чума. Она играла на Precision тоже. Ну, в те годы, в принципе, все играли на Precision. Джаз Бас появился только во второй половине 60-х. Вот. И она играла медиатором. Вот. Ну, собственно говоря, очень, скажем так, ценный пункт в нашем списке. И, то есть, если кому-то интересно копать, да, вот эти вот, снимать эти рифы, там, изучать и развиваться, то на нее стоит обратить свое внимание. Вот. Вот. Следующий дяденька, который в нашем списке... Сейчас мы идем по 60-м годам. Вот. В 60-е годы был такой мужчина, которого звали Дональд Данн. Вот. У него была кличка Дональд Данк, соответственно. Вот. Он играл... Ну, можно просто сказать, что он играл с Элвисом Пресли и просто не продолжать. Вот. Ну, он играл там тоже невероятный список. Элвис Пресли, Рита Франклин, там, куча-куча разных артистов. Собственно, у него... Вот он играл с Пресли в поздние уже годы Элвиса. И у него был такой довольно-таки уже близкий к фанку подход. То есть много синкопированных нот. Очень, как бы, такой нетрадиционный для блюзменов, для рок-н-ролщиков того времени. То есть он играл такие рваные синкопированные рифы. Вот. Сейчас это продемонстрирую. Песня Элвиса «Littlest Conversation», всем известная. Вот. Бас-партия из этой песни. Сейчас вы убедитесь. Такой прям вот. Рваный, довольно-таки, рисунок. Рваный, довольно-таки рисунок. Вот. Следующий человек, который в нашем списке, он предпоследний в списке 60-х годов, это Джерри Джемотт. Он играл с такими людьми, как Биби Кинг, Хербик Хэнкок, Джордж Бенсон, Чад Берри и так далее. Один из наиболее влиятельных басистов, но в чем его особенность? Этот человек был одним из первых, кто начал играть фанк на бас-гитаре. Пасториус в своем интервью называет Джерри Джемотта своим учителем. Сейчас я сыграю риф и вы прям услышите Пасториуса. Пасториус снимал Джерри Джемотта и очень много от него взял. И к вопросу, который может быть потом возникнет, как Пасториус до этого дошел, у него были очень хорошие учителя и последователи. Я думаю, ну как вообще люди до этого доходят? Просто много снимают, много смотрят, много слушают, перерабатывают. И что-то вот получается у кого-то, когда-то, иногда. Вот. Ну вот сейчас сыграю один из его рифов и вы прям услышите... Намеки на Пасториуса. Пасториус 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 Вот. Ну, я думаю, что как бы картина ясна. И завершающим басистом в эпохе 60-х годов будет басист группы The Who. Была такая арт-рок прогрессив группа, которая долго-долго существовала. Джон Энд Висел. Это басист этой группы. Это был новатор. Очень... Ну, он был виртуозом уже в те годы. Он играл и соло. Может быть, один из первых, кто вообще начал играть соло на бас-гитаре. Вот. Он был один из первых, кто начал использовать эффекты. И он использовал и драйв на бас-гитаре, он использовал и хорус, и дилей, и куча всяких эффектов. Вот. И он был... нельзя его назвать изобретателем слэпа, но он экспериментировал со звуком. Он был первым, кто вот начал как бы использовать, скажем так, какие-то намёки на слэп. Он не додумался до того, чтобы ударять по струне большим пальцем, но он её дёргал. То есть он был одним из первых, кто начал играть какие-то партии при помощи поцепов. Он прям... есть несколько песен по дыху, которые вот исполнены вот именно таким приёмом. Вот. Вот. Сейчас я сыграю рифф из его... я прям сыграю его слэпом, но он его играл при помощи только одних подцепов. Вот. Я сыграю при помощи большого пальца, потому что я не смогу сыграть одними подцепами. Это очень неудобно. Вот. Вот. Из песни Eminence Front. Кому интересно, потом можете послушать. Вот. Вот так. Вот такая вот незамысловатая, на первый взгляд, партия, но он играл в него. Все под цепами, да, с перегрузом, с хорусом, звучало очень мощно, жирно. Вот, такой вот был экспериментатор инноватор. Тоже, кстати, человек, которого во многих рейтингах считают, ну, как минимум, одним из лучших, может быть, там, первым или вторым роковым басистом. Вот, всех времен и народов. Закончили по 60-м годам. Чтобы просуммировать, да, что у нас в 60-е годы, у нас появился уже, появился стиль именно игры на бас-гитаре. То есть бас-гитара не просто была, как в 50-е годы, ну, каким-то таким дублером контрабаса, вот. А уже появились определенные приемы, свойственные только этому инструменту, да, как вот эти щипки, определенные обыгрывания, определенные стили, да, как ритм, блюз, соул, фан. Вот, то есть, по сути, вся современная школа игры на бас-гитаре, ну, кроме слэпа, пожалуй, была сформирована именно в 60-е годы. Вот, теперь мы переходим в 70-е. По 60-м, кому-нибудь, есть вопросы? Переходим в 70-е. Значит, в 70-е появился, говоря о рок-музыке, в 70-е появился такой коллектив, который называется Влад Зеппелин. И ритм-секция Джон Боном и Джон Пол Джонс, она, ну, я не знаю, всеми критиками, всеми музыкантами считается, ну, одной из лучших ритм-секций всех времен и народов. То есть, если до них рок-музыка уже начинала существовать в том или ином виде, именно вот, хард-рок, то эти люди, они сделали, как бы, они показали миру, как играть мясо, вот, как качать по-настоящему. Вот. Ну, собственно говоря, сейчас я сыграю партию из песни Immigrant Song. Вот. Что мне интересно? Мне интересно, как он обыгрывает куплет. Куплет он играет в унисон, дублирует ритм-гитары. А в припеве, что он творит? Он играет, ну, то есть, опять же, любой другой традиционный бас-гитарист сыграл бы, ну, просто вот, какие-то восьмые или там, ну, какой-нибудь там примитивный ход. Он играет какие-то там гаммообразные арпеджио, которые, ну, на первый взгляд, думаешь вообще, блин, как он сюда их впихнул, зачем они тут нужны? Но это звучит невероятно круто. Это качает и это дает прям какую-то мощную энергетику. Ну, вот. Вот. Ну, хорошо. Не всегда все получается так, как надо. Ну, в общем, картина ясна. То есть, это были новаторы, которые вот качали невероятно. Джон Пол Джонс был виртуоз, безусловно. Плюс риффы, которые они придумывали, они одновременно, я не знаю, как объяснить, это было прям вот такое мясо, это был кач, это был просто сплав невероятного грува, вот. И при этом мелодически эти риффы были настолько искусно сочинены. Вот сейчас я сыграю рифф из песни Black Dog, да. Если вот вы хорошо знакомы с творчеством Black Zeppelin, вы, наверное, увидите, вы, наверное, помните, что там в бридже у них есть смещение ритмическое, то есть, они играют этот рифф в поле метрит, они смещают все время. На записи они сыграли это очень коряво, то есть, они вот на записи, вот на альбомной версии Black Dog, вот как-то вот они там, по-моему, вылетели, потом как-то влетели обратно. Вот, на концертах я слышал, я смотрел их концерты, они это уже, видимо, отточили и играли нормально. Вот, ну вообще идея просто шикарная. Вот такой рифф, да, и вот как вы обратили внимание, я надеюсь, на вот это смещение, да. То есть, они зацикливают вот эту вот ритмическую фигуру, которая является не квадратной с точки зрения метра, и каждый раз она относительно сильной доли смещается там на шестнадцатую, и звучит очень круто, вот. Да. А они без метронома писали? Они? Да. Да, они писали. Я читал, что Пейдж, он вообще как бы всегда брал ложевый тейк. Он всегда считал, что, ну, тейк я имею в виду дубль, он всегда считал, что если, как бы, идеально записано все, без единой помарки, без единой лажи, то в этом нет живости, в этом нет жизни. Вот. И всегда Пейдж, если вот у них есть, например, три дубля, два идеальных и третий ложевый, он всегда брал третий. И, наверное, поэтому, как бы, вот, именно в альбом вошла версия, где вот они, ну, реально не выкрепают этот рит. Вот послушайте дома, Black Dog песня называется, они вот этот рит при певе не выкрепают на альбомной версии. То есть, прям вот чувствуется, что с трудом. Вот. Ну, вот такая у них политика. Но это, кстати, распространяется. Дело в том, что группы того времени, у них тогда ведь не было компьютеров, у них не было, там, Лоджика, Кубейса и, там, Протулза. У них не было вот такой возможности, там, все редактировать, выравнивать, там, по сетке и так далее. Они писались на ленту, и у них была возможность, вот лента, там, сколько мне, 4-8 каналов. Вот они садились и писались. Вот. Вот как вот играли, так и звучали, собственно говоря. Вот. Что-то там переписывали. Есть в интернете, я видел, выложены где-то по трековой дорожке различных групп. Там есть Queen, точно помню, Show Mask Go On и еще какие-то песни. Вот. Stevie Wonder есть, какие-то его старые. Посмотрите, погуглите, если кому интересно. Но это очень интересно, потому что, если слушаешь, например, Stevie Wonder, а он... Каждую дорожку отдельно, там все так криво и коряво. Там, ну, просто барабаны где-то там мимо кассы играют, там, бас, что-то там как-то ошибается. А потом вот слушаешь все вместе. Звучит просто гениально. Вот живой кач вот есть. Вот. Ну, вот такая вот магия. Магия кино. Вот. Сейчас все не так. Сейчас у нас компьютер, все эти программы, сетка, прописали, как в том старом анекдоте, нарезали. Вот. Звукорежиссер все подровнял, все выровнял, все поставил, все идеально. Ну, как бы жизни, может быть, в этом уже меньше. Вот. Что еще хочу сказать про Лед Зеппелин, да? У них есть такая песня, Moby Dick называется, которая на самом деле инструментальная песня, и они, наверное, были одной из первых вот роковых команд популярных, с мировой славой, кто на больших площадках, на больших сценах начали играть именно сольные инструментальные композиции, без вокала. и, собственно, эта песня, это было вообще, было барабанное соло, то есть там был риф, вступление, и потом, я не знаю, музыканты все оставляли инструменты и уходили там курить, и пока Джон Бонн им несил на полчаса, да, невероятное соло. Вот, то есть, это как бы, ну, совершенно было что-то на этот момент новое, что-то такое, прям, нестандартное, удивительное. Вот, и теперь мы пришли к, ко второму номеру нашей программы 70-х годов, человек, чье имя уже звучало, отец, бог, царь, вот, это Джако Пасториус, это человек, который, собственно, его нельзя переоценить, он, ну, он просто вот, если до него бас-гитара, это был все-таки аккомпанирующий инструмент, несмотря на уже достаточно маститых бас-гитаристов до него, но Джако Пасториус, он, вот, это был и первый человек, ну, наверное, единственный, кто вот просто, вот, бас-гитару из, все-таки, инструмента, ну, скажем так, второго эшелона, он просто вот поставил ее на один уровень с такими суперзвездами, там, как Майлз Дэвис, там, я не знаю, с солистами именно, мирового уровня, саксофонисты, трубачи, пианисты, вот, он просто вот, сделал, сделал бас-гитару доступной и известной всего миру, всему миру, вот, что он сделал? В первую очередь, он, конечно, создал вот этот вот свой неповторимый фанковый стиль, игру с 16-ми, с мертвыми нотами, ну, это удивительно, это не, ну, просто невозможно, невозможно переоценить, то есть, это, это человек, который повлиял, ну, абсолютно на всех, вот, второе, что он сделал, он создал удивительно, певучий, красивый, богатый, мелодичный, я не знаю, как еще назвать, прекрасный тембр бас-гитары безладовой, как он во многих интервью говорил, в один прекрасный день он проснулся утром и понял, что вот не хватает, ему вот нужно вот что-то, чтобы как бы было больше возможностей для самопроявления, самовыражения, точно, вот, и он взял плоскотрубцы, выдрал лады, залил гриф эпоксидкой, и, собственно говоря, так появился безладовый бас, играл на джаз-басе, к тому времени уже джаз-бас появился, вот, и, собственно говоря, с тех пор мы вот знаем и наслаждаемся этим звуком, плюс еще уникальность этого музыканта в том, кроме всего прочего, он был одним из первых, кто начал записывать сольные композиции для бас-гитары, то есть не просто солировать, да, поверх, а он начал записывать именно сольные композиции, то есть сочинять, скажем так, акапельно, да, то есть, ну, вот это самое известное, да. Не помню эту песню, ну, там и так далее, да. Ну, Continuum называется, все ее знают. Вот. Короче говоря, человек, который просто сделал не то, чтобы гигантский шаг вперед, сделал скачок вперед. Плюс что он сделал? Он научил весь мир наслаждаться таким феноменом музыкальным, как флажелеты, да, до этого флажелеты использовались эпизодически, ну, так, скажем, где-то там вот просто дополнить, да, кто-то играет там какую-то, какую-то партию, какой-то аккомпанемент, ну, где-то вот там, просто цепануть флажелетик для красоты, для красочки. Вот. Джако Пасториус, он был первым басистом, кто начал сочинять именно целые композиции, основанные только на этой технике. Вот. Все знают, что такое флажелеты? Надеюсь. Вот. Ну, собственно, вот его песня «Portal of Tracy». Да, сейчас кусочек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот. Ну, очень красиво, произведение длинное, просто я не это самое. Кому интересно, послушайте, да. В исполнении автора. Вот. А хочу, что касается его стиля игры, хочу сыграть несколько риффов, которые могли бы проиллюстрировать его стиль. Одна из самых известных его композиций, это, конечно, Чикин и этот хрестоматийный риф, как у нас был такой педагог в музыкальном училище Николай Михайлович. Он про такие вещи говорил, что надо снимать этот риф или соло, выписывать в нотах, ламинировать и вешать на стеночку в музее. И вот как раз этот риф из вот этой области. Ну вот такой вот рифец. Вот. Потом хотел я сыграть его риф просто-просто чумовой, я его обожаю. Композиция Weather Report, River People называется. Чем интересен этот риф? Тем, что он очень замороченный. Он, с одной стороны, простой как бы при игре, но звучит он как очень такой замороченный риф, потому что он со смещением внутри. Там такая скрытая полиметрия в нём. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Играет музыка Играет музыка Глубину его таланта Его мышления невозможно переоценить Это был уникальный человек И очень обидно Что он активен Был не так много Всего 10 лет был активен В середине 80-х Он тоже был наркоманом Алкоголиком И в середине 80-х он уже прекратил Всякого рода активность Стал изгоем общества И последний риф Тоже хочу его сыграть Песня называется No Slack Из одного его сольных альбомов Тоже интересен И его подход Вот к 16-м Играет музыка Да-да-да Вот такой вот Интересный риф Ну то есть человек Он не искал Простых решений Не искал простых путей Но звучит реально круто Звучит круто и грубого И удивительно то, что Он не играет Вот многие басисты Когда они играют 16-е Вот они играют Ну просто вот Он играл вот То есть вот за счет вот этих Маленьких хаммеров Да, мини-слайдиков Дополнительный грув Вот дополнительная Как бы акцентировка Да, то есть Либо акцент более сильный Либо акцент слабый Либо его вообще нет И за счет этого создавался Дополнительный грув Дополнительное движение И это Ну это невероятно круто Во-первых Это довольно сложно играть Да, вот Но Это просто Выносит мост Реально Очень-очень класс Вот Ну я просто сейчас Не буду там тратить Ну в этом просто нет смысла Играть какие-то его соло Да, он Он великий солист Да, его там Донна Ли Тоже массу интервью читал С современными басистами Что когда он записал Донна Ли Башню снесло просто У всех напрочь Вот Потрясающая фразировка Потрясающее мышление Да, то есть Ну как бы Снимаем шляпу Низкий поклон Акаписменты Не мне Джак поставил Вот И теперь Ну в 70-е Хочу сказать Что было На самом деле Уже очень много Да, поскольку Музыка развивалась Шоу-бизнес развивался В 70-е Появился Такой стиль Как Fusion Джаз-рок Да Такие люди Как Майлз Дэвис Перешли в этот стиль Были такие Басисты Кроме Пасториуса Топовые Как Стэнли Кларк Как Альфонсо Джонсон Там Ну и масса-масса Очень много всяких Великих Но Чем еще Примечательны 70-е Тем, что В конце Во второй половине 70-х Появился Слэп Топовые Продолжение следует...